С полами здесь более-менее разобрались, но есть еще один угол в этой машине, это крепление педали газа, здесь она все это выгнила, крепится педаль наверху, стопорное колечко снимается, педаль тоже снимается, снял, ну а внизу уже отвалилась, значит сейчас что мне надо сделать, заметить это расстояние, где она была, право-влево, вперед-назад, сделаю сейчас отметочку на кузове, ну чем-то черкану таким, да, сюда в сторону, наверх сюда где-то черкану, в общем обозначу, и начнем разбирать, перебирать, так, ну и попытаемся сейчас наверно вот это вытащить каким-то образом, с каким-то образом это вытащить, тут все заржавело, все замоноличилось, разбираем, так, ну вот сюда была сделана латочка, ну здесь еще ничего не вычищал, просто от куска железа, миллиметровочка, здесь будет стоять латочка, здесь вот поскорябал, поскорябал, тут там крест-накрест, это будет центр педали, потом у меня саму педаль, значит саму педаль, вычистил всю ржавчину изнутри, кронштейн превратился в полосную ржавчину, и сделал сюда новый кронштейн, сейчас покажу, а новый кронштейн выглядит вот так, с электрода троечки п-образная скоба, железки вот такую гребеночку сделал, ну чтоб не выпиливать лобзиком квадратики, не охота мне, да, вот, железки сделал про пиво, и сейчас приварю к электроду, и потом эту гребенку уже в готовом виде, вот она, вот рассыпается кусочек сортаны, потом эту гребеночку приварю к той латочке, что у меня есть, все варю, потом покажу, ну в общем, такая вот кронштейна получилась, вот такая кронштейна получилась, в которой будет хорошо и замечательно вставать педаль, вот она, и потом оттуда будет такая штука, сообразно снимает, здесь вот прорезь есть, в нее будет вставаться, вставляться вот эта вот фигнюшка, и вот она вот так вот, как ни странно, и болтается, и работает, соответственно о том что у нас вот там осенка осталось приварить чтобы приварить надо вырезать вот это вот немножко гнилье все педаль готова и вот так это выглядит загрунтована покрасана такая вот штука здесь тоже все уже прогрунтовал насколько можно внутренности эту латку еще не делал потом там бензобак с той стороны всего в пальце толщине расстояние в палец снизу надо будет или снимать или придумать но пока в общем сюда не лежу так грунтовали вот у нас есть эпоксидный грунт вот но красили здесь внутри вот кстати вроде бы и чистил но все равно до остатки растворяется этой битума растворителями все пропитываются не знаю должно держаться посмотрим втирал вроде бы тщательно ладно в общем эпоксидный грунт и вот это вот все кисточкой втиралось никакого пульверизатора просто тупо кисточкой втерто 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 все так когда варил вот эту педаль газа кронштейн с той стороны пришлось вот сейчас покажу что с той стороны снизу вот то что тут творится вот там у да видно загрунтованный квадратик загрунтованный квадратик а там еще надо будет швы загерметизировать здесь я в общем пришлось снимать кожух вот такой кожух тут стоял прикрывал кучу 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 в этом месте у нас куча аппаратуры все это связано с топливом куча шлангов фильтры высокого давления топливный еще там что-то еще что-то поэтому все это открутил аккуратно отодвинул не вот там заварил чтоб не было возгорания сейчас это просохнет не буду ничего выдумывать замазывайте глубокие швы или шовным герметиком под кисть есть такие шумные герметики да или тупо пластилином как это я люблю делать замажу все пластилином заки замажу опять все кисточкой и поставим сверху кожух так все полы готовы полы готовы но потом еще будем мастичить или красить чем не пока закрашена остается с этой стороны остаются под домкратники вот такие вот данные уже показывал ну на сегодня день уже и кончился вроде бы ничего и сделал ходить это быстро закончился все ну вот наконец-то я приступил к ремонту под домкратника значит по возможности срезал все гнилое дошел до чистого металла дошел до чистого металла вот и теперь зачем делать все эти вот усилители ну тут загибать перегибать но чтобы не выйти за пределы порога который потом ляжет по порогу был дело как шаблон вот так вон там у нас лежит вот там нас лежит порог кстати порог у нас от седана а эта машина у нас купе вот поэтому там есть проем для средней стойки он нам не нужен придется переделывать порог вот отверстия под под домкратники тоже не совпадают они в стороне на том пороге но профиль одинаковый поэтому значит по по вон тому порогу был сделан профиль он так вот он позиционируется и ставится и теперь я прекрасно вижу что за вот эти габариты мне выходить при производстве усилители не надо да то есть мы понимаем что вот это вот идет порог пойдет из-за эти габариты мне выходить сюда не надо но и то же время туда глубоко как бы тоже не надо для ориентира но с бумажкой обращаться неудобно поэтому по в картонке по железному тому порогу был согнут вот еще шаблончик из электрода вот сварочка там тут прихватился висит и теперь мы смело начинаем делать все вот эти вот всевозможные усилители не боясь выйти за пределы за допустимые скажем так пределы все он тут сейчас чуть-чуть еще здесь дочистить тут срезать лишнее здесь тоже вот он хитрой двойной формы там сзади вот остатки у него есть так что сейчас начнем изгаляться займемся конструированием ну вот начался процесс сборки не стал и показывать картона ножничный период сразу в металле вот это вот один усилитель но тут заготовка уже следующего вот так это выглядит все это вставляется и почти что защелкивается вот он и встал она практически все еще одна железка проваривается 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 но остался еще один усилитель два уже готова третий так но это все делается еще в разобранном виде чтобы можно было когда все это приварим нормально крепко это все внутри надо прокрасить туда повыше здесь пониже поэтому пока еще не приварим работаем вот а тут а вот начинающие звезды ютуба сочувствующие лица а помощники помощники приварено уже там глубине вот даже прокрасил те места где будут скрытые полости покрасить заготовки с внутренней стороны я туда не попаду там уже покрашена то же самое здесь внутри все уже проназано прокрашена сама латочка вот тоже уже покрасить то есть сейчас она сюда встанет и туда ну я конечно смогу еще попасть заранее закрасил вот такие безобразные швы с этой стороны на них не молиться чуть-чуть почистим тоже еще закрасим все сейчас будем все это обваривать ну вот такая композиция в итоге у нас получилось такая композиция в итоге вышла когда варил швы потом насколько смог туда кисточки внутри еще замазал вроде что-то получилось тем ну и туда тоже вверх насколько в лес все промазали прогрунтовали теперь это сейчас сохнет она счет на счет липкая до нас все это высохнет потом начать внутренние полосы скажем так загерметизируем автопластилином вот эти сварочные швы и где достану все промажу да где найду и где достану там промажу полости она это уже лирика пока миша так сохнем надо переходить на ту сторону я в общем переходить на ту сторону вот что у нас и вышло промежуточный результат до зачищена ржавчина постарался выграсти ее всю чем чистил чем чистит ну вот в частности один из инструментов да вот еще один из инструментов вот этим вот этим вот выгрызала ржавчина так значит здесь обрезано все лишнее и вот сварена вообще новая коробушка коробушка сварена то есть сейчас красим так и теперь осталось вот вот такой длиннющий усилитель здесь такая пластинка будете на всю ширину и еще под порог заворачивается это усилитель у нас центральной стойки туда он потом уходит вот он обрезанный куда-то туда 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 потом он уходит все сейчас подкрашу потому что я приварю усилителя потом отсюда не попаду там скрытая полость получается у нас будет вот там поэтому сейчас это все красим подсыхает пока сохнет делаем заготовочку и привариваем ну вот пока подсыхала красочка там туда туда сюда был изготовлен вот новый усилитель усилитель новый вот внутри он тоже будет прокрашены все красивое все блестящее уже подсох вот как раз пока пообедал то есть сейчас мы это начнем монтировать машину новые усилители все здесь чуть-чуть щелочка есть это сейчас придавится приварится в общем сейчас варим пока варим вот так это все работаем вот усилитель варим и поддомкратник готовы будем считать что эта сторона у нас порожка готовая на уровне полов и поддомкратников и переходим уже на ту сторону машины режем филим